БМХ Привет всем! В сегодняшнем выпуске школы БМХ онлайн я вам расскажу как собрать БМХ с нуля. Ну не совсем с нуля у меня тут собраны колеса а так в принципе все остальное я буду рассказывать как поставить каретку, как рулевую как поставить вилку, руль там педали, ну и все остальное, в принципе шатуны как цепь заклепать, все это сегодня расскажу и думаю вы с этим разберетесь хочу сказать спасибо магазину 4130 БМХ который собрал в данной сети детали почти абсолютно все, чтобы я смог собрать второй велосипед и кататься для чего это все нужно нужно было и почему я собираю велосипед сейчас а не в начале сезона вы можете узнать на моем влоге где я рассказываю про свою работу и там я рассказываю ситуацию, почему мне нужно два велосипеда но этот велосипед я сейчас соберу и разберу ради того, чтобы просто вам показать итак давайте приступим, я тут снимаю на вторую камеру чтобы вблизи было видно, что я делаю итак для того, чтобы собрать БМХ нам понадобится всего лишь ключ на 17 ключ на 15 набор шестигранников где есть там шестой шестигранник отвертка отвертка почти не нужна пятый шестигранник и выжимка цепи и все, и еще пару салфеток, чтобы вытирать руки итак, начну я с каретки каретка у меня здесь стоит спаниш, поэтому подшипники спаниш вот так они выглядят тут у меня вот один без крышки вот там так стоят подшипники и ставим, в начале ставим с одной стороны обычным дедовским способом с помощью дощечки вы сможете вбить каретку, поставить то есть ставить ровно перед тем, кстати, как поставить, я забыл сказать нужно взять тряпку и протереть лучше посадить на литол если у вас есть литол чтобы потом они легко выпивались но если нет литола, хотя бы лучше просто вытереть грязь итак, ставим ставим дощечку и забиваем вот, собственно, и все один подшипник посажен, крутится так, колесо на отодвину затем, когда поставили один подшипник протираем с другой стороны как я уже сказал, лучше посадить на литол кидаем туда спейсер спейсер нужен для того, чтобы у вас не вылесили чтобы когда вы затягиваете тишину у вас не выдавилась внутренняя часть ставите спейсер и ставим второй подшипник также его забиваем теперь, когда мы забили подшипник нужно поставить шатуны до этого уберем шатуны и вначале сперва поставим звезду так чтобы поставить звезду откручиваем вот эту гайку сейчас возможно стемнеет, наверное и будет потемнее видео но думаю это без разницы так, беру звезду так, это звезда моего друга Венгра мы дал ее ставим и закручиваем к сожалению, у него нет проставки на звезду у него штуны на девятнадцатую ось, а у меня на двадцать вторую и на двадцать вторую у него нету поэтому я так закрутил но вообще нужна проставка под соответствующую ось и так, это мы поставили если вы катаетесь, если ваша втулка правосторонняя то естественно звезда стоит с правой стороны а, еще нужно пыльники ставим само собой все, пыльник с одной стороны обычно тоненький пыльник там, где звезда а толстый, там, с той стороны, где нет звезда ставим все как бы все как бы руками входит, в принципе дощечка вообще выручает чтобы не царапать его, не бить после того, как вбили шатун с одной стороны ставим проставку естественно пыльник точнее и закручиваем шатун выставим шатун и закручиваем тут у нас шестигранник на восемь поэтому нам понадобится еще ключ на восемь это я забыл и закручиваем 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 до тех пор, пока она не упрется не остановится так, ну вот собственно и все теперь, наверное, закрутим педали это у нас педаль левая это правая поставим правую для этого у нас будет ключ на 15 и закручиваем можно закручивать и дальше сеграника закручиваем закручиваем вторую все как бы очень легко, вы сами видите, ничего сложного нету абсолютно я считаю, что каждый боемыксер уважающий себя должен уметь полностью разобрать и собрать боемыкс обычно этот навык нужен, когда уже меняешь раму например, и приходится почти все менять я это именно тогда научился, кстати так все, отернулся уже из педали, шатуны, звезда теперь давайте, наверное, поставим рулевую берем вилку вилка у нас и клад рулевая рулевая у нас ADC еще стоит рулевая она интегрированная очень, кстати, хорошая рулевая тут у нас есть кольцо которое нужно если у вас вилка не интегрированная но сейчас ей вилки уже интегрированы нормальные вот и, собственно, один пром все валится с рук ставим его сюда потом ставим в раму все легко входит сверху ставим следующий пром и крышка сверху пыльник и все теперь проставочные кольца у меня вот есть смотрим сколько колец нам нужно чтобы не упирал так и, собственно, все в рулевую мы тоже поставили все очень просто далее поставим вынос так нажимаем здесь все четко сверху у нас якорь и клад все закручивается элементарно так и давайте сразу руль поставим берем нашу крышку какой на стороне это было по-моему, вот так сейчас расскажу секрет как правильно затягивать руль ну, сперва сейчас просто наживлю чтобы вначале настроить вынос а потом настроим руль так ну, собственно наживил руль вообще лучше лучше это все уже потом настраивать когда поставили колесо сейчас я начну рулевую то есть вначале вы затягиваете вот этот бок верхний чтобы у вас рулевая поджалась а потом только вот эти боковые выноси потому что если вы вначале закрутите выноси то вы не сможете затянуть рулевую так как она уже вынос уже закрепится зафиксируется на вилке и вы не сможете рулевую затянуть поэтому делайте вначале верхний бок, потом боковые настраивать тут очень легко чтобы параллельно с вилкой был потом можно будет уже крюсо поставить еще раз его поднастроить там уже миллиметра теперь затягиваем руль как это сделать выставляем руль параллельно вилке и потом вначале закручиваем по диагонали вначале верхний был нижний потом ну в общем по диагонали неважно в каком порядке главное делать по диагонали для того чтобы у вас не прижалась вначале, например, верхняя часть а потом нижняя потом вы не сможете это исправить поэтому делаем постепенно по диагонали крутим все очень просто далее давайте-ка мы поставим седло у меня тут есть небольшой подседел такой ну вначале можно закрутить подседел тут шестой шестигранник нам понадобится съем находим где он вот он ходит болт закручиваем так ну выставляем как нам нужно про то как поставить седло я рассказывал видео выберя седле можете его тоже посмотреть потом я думаю более подробно сниму видео как поставить рулевую там подробнее про каретку там про цепь сейчас про такое обобщенное видео так собственно мы поставили седем сюда расслабляем потедельный зажим и вставляем предположим вот так еще раз можем выбрать сейчас высоту ну я уже все выбрал в принципе и затягиваем все седло поставлено теперь уже можно учить нас мануал мануал так далее давайте займемся самым неприятным для многих это как заклипать цепь как поставить цепь для этого берем колесо вставляем его так все оно зашло берем цепь цепь у нас shadow моя бывшая цепь отличные детали так ну что продолжаем у меня тут был небольшой косяк с цепью она я забыл то что звезда это побольше поэтому нам нужно было удлинить цепь и поэтому я вырезал кусок цепи из 3 for right из цепи 3 for right и теперь все готово как проверяется длина цепи вы берете цепь примеряете ее иди давай отлично ну и смотрите что вот она в принципе если ее заклипать то она подойдет и теперь клипаем цепь на самом деле ну про это я снимал отдельное видео но сейчас в двух словах еще тоже пробегусь поэтому делается это очень просто можно обычной выжимкой за 100 рублей вот все сделать сейчас я покажу как так откручиваем ее на максимум почти так здесь все суем косяк то что это цепь уже чуть-чуть поэтому все это очень плотно а не нормально самое сложное это хорошо посадить цепь в выжимку чтобы пин ровно чтобы вот пин на выжимке ровно впадал в пин вот в этот в цепи и все входило вот как по маслу окручу все входит вот вот собственно и все вроде как да вот все заклипалось и так накидываем цепь все цепь накидано теперь можно теперь можно поставить наверно тогда переднее колесо ставим правильно по протектору чтобы стрелки смотрели туда и собственно все осталось только в принципе закрутить так тут наверно эта камера уже не понадобится ставим ее подальше переднее колесо если у вас хорошая вивка хорошее колесо все просто далее натягиваем цепь и ставим правильно заднее колесо делается это очень просто одним плечом натягиваем закручиваем вначале вот этот болт там где драйвер потом закручиваем вот этот болт второй ключ нет ключ и собственно все цепь натянута так вот получился такой велосипед у нас ну вот собственно и все сейчас я на ваших глазах собрал велосипед довольно быстро тут остались только мелочи выровнять рулю поставить его перпендикулярно колесу переднему ну точно там нюансы уже и параллельно вилки обязательно чтобы ровно стояло в общем настроить здесь немного подтянуть подтянуть наверное здесь возможно еще штаны подтянуть ну такие мелочи колеса затянул нормально цепь затянул в принципе нормально все закрепалось хорошо и все очень просто думаю каждый бмк должен уметь это делать и я надеюсь вам помог разобраться в том как это делается и если вам это понравилось это видео понравилась эта обучалка по сбору велосипеда то ставьте лайк также можете сделать репост и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео скоба мусс онлайн и всякие ответы на опросы и не гопрайдеры и так далее в общем вот так еще раз комбинать видео ставьте лайк и с вами был Дима Горзей и увидимся в следующем видео пока пока субтитры сделал DimaTorzok пока пока